Доброго времени суток! Приветствую вас на обзоре Бизнес-лиги 21 тур. Выходные состоялись игры и там было на что посмотреть. Были неожиданные результаты. Впрочем, футбол, как и мини-футбол, полон неожиданностей. И буквально недавно мы стали свидетелями громкой сенсации в мире большого футбола, когда Барселона сумела отыграть пассажир отставание в четыре мяча. Победила дома с учетом 6-1. И это просто запредельные голы забивало. Показало просто что-то, чего уж мало кто ожидал. Даже от них, даже от Барселоны. В мини-футболе такое тоже часто встречается, когда команда, которая вроде бы не должна побеждать, одерживает победу. Как-то было в матче Белиты М, которая шла на первой строчке в таблице. И команда Сафари, расположившаяся на 10-й позиции, опережая лишь СТА в адресе. В этой игре Сафари избрали правильную тактику, играли от обороны, от печки, контр-атаковали, чтобы сказать, очень удачно. Конечно, без фортуны, без везения здесь не обошлось. Повезло им, когда мяч залетал в ворота соперника. И в то же время, даже по обзору видно, сколько моментов пространжирили. Весно-голубые. Болисты Белитэм играют в голубых рубонках. Тем не менее, футбол от этого становится еще более интересным. Таблица Делан Вестбанк и Белитэм ведут спор за первое место. Впрочем, шансы у Мазды, пожалуй, ШТМ, еще не потеряны. Напомню, что по истечении 22-х туров, т.б. гладкого чемпионата, команды делятся на такие три группы. Первой по четвертую команду, пятой по восьмую, третья группа на этих трех команд, девятая, десятая, одиннадцатая. так вот, состав третьей группы уже известен заведомо за один тур. Там будут играть РЦИ, Сафари, СТА, Логистики. не сумеют они повлиять на количество очков необходимых для того, чтобы занять более высокую позицию. после этого тура у РТИ 18 очков, Сафари 13, СТА по-прежнему пухай. Но по тем матчам, которые выдали команды в эти выходные можно сказать, что никому сладко с ними не придется. Следующая игра будет очень важным. Будет важной для команды ШТМ. Ведь в воскресенье 10 марта Сафари будут играть против ШТМ. И там определится судьба последней путевки в первую группу, в элитную скажем, группу, где можно побороться еще за более высокие места. Напомню, что после поистечения гладкого турнира команды, которые располагаются в группах с тремя соперниками, первая и вторая группа. У них будут еще три матча, чтобы добрать очки и выйти на более высокую позицию. тремя тремя уступила 5-6 в драматичном матче, пропустив шестой гол на последней секунде встречи. тремя видели эмоции команды победителя. Не каждый день получается обыграть тех, кто идет на первой строке. От того эта победа еще более ценна. Для Safari, хотя, если вспомнить прошлые турниры, то уже очень много крови попортили футболисты Safari другим командам. Играли они в ничью и в этом чемпионате отбирали очки у спецсервиса в частности. 2-2. Может быть, этих двух очков не хватит им для того, чтобы попасть в первую четверку, но загадывать не будем. Впереди у них игра со скорпионом. Нужно набирать три очка и надеяться на то, что Safari даст больше ТМ. Отберет у них очки так же, как он сделал это в игре с Белитой. Экоспид сервис проводил свой матч с Winter Crops и одержал очень нужную победу для того, чтобы сохранить шансы на попадание чуть выше. А видели мы, как ШТМ победил Hyundai. Здесь тоже все было на тоненького. В случае, если бы Hyundai выигрывал, у них было бы 30 очков был бы шанс побороться на четвертое место. Но не будем говорить со слагательным наклонением. По игре ШТМ смотрелся поинтересней. Создали они побольше моментов. и заслуженно победили. А вот в следующем матче Mazda хотела тоже обезопасить себя от нервотрепки в последнем туре гладкого чемпионата. И им нужно было обыгрывать РТИ. И вроде как все шло к тому что победа будет легкая. повелись в счете 3-0. Но затем видимо немного расслабились. Пропустили три гола. Пошли качели. Моменты были то у одних то у других ворот. но Мазда сумела забить победный гол. Убил его Малкорезов. А хитриком отметился игрок Мазды Малерий Цыганенко. Таким образом Мазда в следующем туре сыграет с Белитой и в случае победы сократит отставание от них всего лишь до одного очка. Поэтому следующий 22-й тур будет очень интересным. Экоспедсервис играл с Винтер Кропс. Очень хорошая команда у Винтера. Мы видели по предыдущим играм. Поэтому Экоспедсервису было нелегко. Они приложили максимум усилий. Свежая кровь в лице Игоря Ковалевича и Артема Липского. Пришлась очень кстати. Они неплохо смотрятся. Помогают команде убиваться результатов. Видели мы ярб голкипера Винтер Кропс, который буквально закинул на собственные ворота. А в то же время КСПДсервис по-многому обязан своему гонкиперу Андрею Тарану за эту победу. Видели мы сколько сейвов он совершил в этой игре. Да еще к тому же отметился и забитым голом. В нужный момент отправив мяч пустые ворота в конце игры и сняв тем самым все вопросы у победителей. После субботней встречи Сафари Белита в неожиданной победе мы вправе были ожидать еще одной сенсации. В последнем матче Тура Бел Инвест теневой фаворит как мы его называли. Команда шла немножко ниже других в таблице имея чаще всего игру в запасе и по потерянным очкам они шли вровень от того называли мы эту команду теневым фаворитом. К тому же они демонстрируют очень качественный футбол. Не всегда им везет, но в целом они смотрятся очень и очень здорово. Так вот в матче с Estar Logistics мы предполагали что чем черт не шутит вдруг случится еще одна сенсация последняя команда в таблице обыграет ту которая идет первой на данный момент. И в той встрече надо сказать что неожиданно буквально к пятой минуте встречи поставили со счетом 2-0 но эта лидерская ноша тяжела они не справились с тем чтобы удержать укрепить свое преимущество и вместо того чтобы забить по-другому из-за пиржутов третий мяч сыграли не очень расторопно при ввозе и розыгрыше углового получили один мяч в свои ворота а затем последовала еще вереница разнообразных голов комбинации которые мы видели в исполнении Биалан Вестбанка пять раз забитыми мечами отметился Адим Мамай и он пожалуй является одним из самых близких по количеству мечей в споре бомбардиров Берновича 36 у Вадима Мамай аферит спор пожалуй может связаться и Денис Жилич из Белиты у которого 28 углов все тоже будет интересно наблюдать кто станет лучшим галеодором мира в этом году в этом году в следующем туре Винтеркропс сыграет с Хёнде во второй группе у всех команд есть шансы выскочить на пятую позицию попасть в пятерку хорошая мотивация и предпочтительнее шансы тех тех у кого сейчас больше очков на данный момент хэнде хэнде 27 хэнде 27 хэн хэн 29 а эко спидсервис 33 игра скорпиона и эко спидсервиса будет наверняка очень интересной напряженной поэтому приходите в спорткомплекс гувк поддерживать свои любимые команды а мы будем делать все чтобы вам было более интересно и комфортно наблюдать за годом турнира ну и главная главная вывеска следующего тура это игра мазда элита н в субботу 18 на нём любите мне футбол играйте мне футбол и до новых встреч на бизнес-лиге играет шутбол 2 2 ходи Продолжение следует...